Молдова не могла избежать масштабных отключений электроэнергии 15 и 23 ноября в результате массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины со стороны России. А автоматическое отключение сработало для предотвращения разрушений внутри молдавской сети. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на телеканале Акчен ТВ заявил эксперт в области энергетики Андрей Дамашкан. Он считает, что в дальнейшем повторение блэкаутов возможно и к ним следует готовиться. Как подчеркнул Андрей Дамашкан, Молдова погружается в блэкауты, потому что наша энергетическая система тесно завязана на украинской еще со времен Советского Союза. Румыния, в свою очередь, не связана с украинской системой так же сильно, как молдавская, поэтому там и не сработала автоматика. Отключение является в этом смысле просто защитной функцией. Это не отключение, потому что кто-то не выработал или просто физически оборвали провода. Да, их, возможно, где-нибудь в Украине физически оборвали, но у нас внутри страны сработала автоматическая система, которая защищает просто от разрушения системы в будущем. Избежать блэкаутов можно было бы в одном случае, если бы молдавская энергетическая система была полностью автономной. Теоретически это возможно, считает Андрей Дамашкан, но с финансовой точки зрения нецелесообразно и потребовало бы огромных инвестиций. На практике энергетические системы европейских стран так или иначе интегрированы. Другой вопрос. Какой выбор делает Молдова в вопросе диверсификации источников электроэнергии и насколько развивает внутренние возможности? Нельзя сбрасывать гучерганскую ГРЭС, которая уже находится здесь, рассчитанную на нашу энергосистему, энергосистему Юга Украины, как основного поставщика электроэнергии. Здесь нужно заниматься другими вопросами. Нужно заниматься тем, чтобы на эту ГРЭС поступал дешевый газ. Для того, чтобы электроэнергия по-честному была дешевой, и она, соответственно, поступала не только нам, но, возможно, и на экспорт. Молдова могла бы использовать экспортные возможности Молдавской ГРЭС. Это может быть выгодно для Кишинева, который взамен бы получал дешевую электроэнергию. Ты будешь ее экспортировать, она будет очень самая дешевая. И тогда мы должны будем ей помочь, как Молдавское государство, лоббировать интересы этой ГРЭС, для того, чтобы она поставляла электроэнергию на Украину. Вот, я думаю, что она вполне конкурентоспособна была бы с энергоатомом и с Укргидро, и поставлять электроэнергию на Балканы. Она раньше это и делала. Я в этом вижу больше смысл восстановления линии между, скажем, Украиной, ну, дальше не столько Украиной, сколько, может быть, Кучерганами, и дальше на Румынию, через Бурлачены. Или дополнительно еще линии. То есть, вот в этом смысле я вижу больше смысл восстановления линии, чем строительство линии Вулканеж-Кишнев. При этом эксперт считает, что диверсификация рынка – это хорошо, потому что получаешь выбор. Проблема в другом. Сегодня Молдова вынуждена в аварийном режиме закупать электроэнергию Румынии по ценам на фондовой бирже, которые в пик могут достигать 300-400 евро за мегаватт-час.